Ну что, готовимся к лету? Меня зовут Тихон, мне 25 лет и у меня свой канал на ютубе. Когда я заводил канал, я думал, что я буду приносить людям какую-то пользу, буду показывать им свои любимые рецепты, делиться с ними какими-то новостями из мира кулинарии, но вместо этого они начали писать мне, что у меня толстые пальцы, я больше, чем может захватить объектив камеры, и это обидно. Как я планирую бороться с этим? На самом деле у меня уже был опыт похудения на почти 40 кг, и это на самом деле несложно. Я думаю, что если взять себя в руки, я могу добиться того же результата и скинуть вес за несколько месяцев. И именно в этот момент мне пришла идея завести отдельную рубрику на канале, где я буду выкладывать рецепты о вкусной и полезной пище, делиться своими заметками о похудении и рассказывать людям, как легко и просто похудеть, не ущемляя себя в каких-то удовольствиях. Может, тогда они на меня подпишутся. А перед тем, как мы начнем, мне хотелось бы посоветовать вам производителя Доктор Кернер. Доктор Кернер – это ваш помощник в правильном и здоровом образе жизни. Огромное количество батончиков, хлебцев, каш и полезных перекусов для вашего здорового образа жизни. За счет большого содержания клетчатки хлебцы Доктор Кернер помогают вашему желудку правильно функционировать, а современное оборудование помогает сохранить максимальное количество пользы и витаминов. Батончики Доктор Кернера станут отличной альтернативой шоколадным батончикам и перекусам на ходу в любое время, не отказывая себе в приятных моментах. Каши Доктор Кернер помогают вам не задумываться над тем, что приготовить себе на завтрак, чтобы не навредить организму, а только увеличить пользу от утреннего приема пищи. А милейшие снеки Кернерсы порадуют не только взрослых, но и детей, ведь разбег вкусов абсолютно огромный, начиная от йогуртовой глазури и заканчивая молочным шоколадом. Кстати, у Доктора Кернера очень удобный интернет-магазин, который позволяет вам купить и выбрать продукцию практически во всех крупных городах России, а в своем инстаграме они делятся полезными советами по ведению правильного образа жизни, диетам и много всего другого. Поэтому переходим по ссылочкам в описании, заказываем себе вкусняшки и приобщаемся к здоровому образу жизни. Сегодня я покажу вам 5 своих самых любимых вариантов для полезного перекуса. Они могут быть абсолютно разными и меняться на ваш вкус ингредиенты, что-то где-то там сочетаться, меняться, но в целом я вам показываю идею, вы повторяетесь и наслаждаетесь. Договорились? Начнем мы с моей любимой намазки из творога. Для этого я укроп, петрушку и несколько веточек зеленого лука мелко-мелко измельчаю. Сюда же я измельчаю пару зубчиков чеснока. Найсвежайший, пряно-ароматный запах. Обожаю зелень и чеснок. Великолепно. Вот так вот. И эту красоту отправляем к творогу. И теперь все это дело хорошенько переминаем вилкой. Получается как творожный сыр, только намного полезнее, легче и ароматнее, потому что все натуральное. Можно сюда добавить паприки, можно сюда добавить соленых огурчиков. Можно играться как угодно. В любом случае получается офигительная творожная намазка, с которой очень приятно начинать день. При желании сюда можно добавить немножко соли, сахара, довести до вкуса, если вы хотите. Но поскольку мы готовим с вами правильные закуски, то ни соль, ни сахар я добавлять не буду. Следующее, чем мы займемся, это приготовим пасту из авокадо. Для этого снимем шкурочку с нашего нежнейшего. Выбирайте максимально зрелое, мягкое, жирное авокадо. За счет того, что в авокадо большое количество жирных кислот и витаминов, это незаменимый продукт на полезном питании. Вот так вот. Нарежем его небольшими кусочками, так нам будет легче его потом размять. Перекладываем его в мисочку. И хорошенько разминаем его вилкой. Для удобства это можно сделать в блендере. Вот такая вот почти однородная кашица из авокадо у нас получается. И я хочу сбрызнуть ее небольшим количеством лимонного сока. Отлично. Перемешиваем. Сюда также можно добавить чесночок, если вы хотите сделать более пряную смесь. Но я хочу насладиться именно маслянистым вкусом авокадо и легкой кислинкой лимона. Теперь займемся подготовкой остальных овощей. С огурца я отрезал жопку и при помощи овощечистки хочу нарезать на такие тоненькие пластиночки. Представляете, как легко с ними собирать сэндвичи. Вот такая вот штука. Супер. То же самое я проделываю с редиской. Помидорки я нарежу тоненькими кружочками. Отлично. И нежнейшую моцареллу я также нарежу кружочками. О, как я обожаю моцареллу. Обалденный сыр. Посмотрите. Такой эластичный, такой нежный. То, что нужно. Для сборки первого сэндвича я буду использовать доктор Кернер с семенами чая. Это уже полезный продукт. Но тем не менее с творогом он заиграет абсолютно по-другому. И добавляем сюда наш творожный сыр. Обалденно. Добавим сюда несколько штучек огуречка для свежести. Вот так. Первый перекус готов. Для авокадо мне очень нравится использовать гречневые хлебцы. У них немножко более такой, не знаю, острый, наверное, не скажешь. Но какой-то поинтереснее вкус такой. Я люблю вообще гречку. И с авокадо отлично сочетаются именно эти хлебцы. И ко вкусу авокадо отлично подходит вареное яйцо. Когда речь идет о прованских травах, мне сразу хочется добавить к ним немножко томата из сыра. Поэтому на этом хлебце я воссоздам классическое сочетание для салата капреза. Я уложу сюда несколько моцарелл и долек помидора. Вот так. Разве это не великолепно? В качестве дополнения красной рыбки я также буду использовать небольшое количество творога с зеленью. Так как этот вкус достаточно нежный, а чесночок оттенит солоноватую рыбку. Обалденные сочетания. Всем известно, что красная рыба тоже очень полезный продукт на здоровом питании. Да и вообще рыбу всегда рекомендуется есть. Вот такая красота. Если говорить о мясных блюдах, то здесь также отлично подходит гречка. Для свежести в этот сэндвич я добавляю ломтики огурца. Вообще, мне кажется, когда ты занимаешься спортом, сидишь на диете, очень важно, чтобы еда была красивой и эстетичной. И тогда намного приятнее есть, даже если ты знаешь, что ты в чем-то себе немножко отказываешь. Хотя с такими бутербродами, по-моему, ты себе вообще ни в чем не отказываешь. И, конечно же, кусочек хорошего мяса. Ну и в качестве последнего десертного варианта мне очень нравится использовать хлебцы с яблоком и корицей. Я добавлю сюда небольшое количество арахисового масла. Орехи также очень полезны. У них большое количество жирных кислот. И они на долгое время дадут вам чувство сытости. Так вот, небольшое количество арахисового масла. И банан. Готово. Ну что, питаться вкусно и правильно не так уж и сложно, согласитесь? Если вам понравились эти идеи, не забывайте подписываться на канал, на группу ВКонтакте, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами был Тихон. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok